Здравствуйте! Пришло время Русского мира. О событиях этой недели в России и за рубежом расскажу я, Любовь Курьянова, в этом выпуске. В «Хождение за три моря» в России стартовал проект, посвященный юбилею путешествия Афанасия Никитина в Индию. Молодые соотечественники разработали концепцию культурно-гуманитарных проектов для русскоязычной диаспоры. В столице Румынии балетное искусство объединило ценителей прекрасного из разных стран. А теперь подробнее об этих и других новостях. Накануне в стенах фонда «Русский мир» состоялась встреча заместителя исполнительного директора фонда Татьяны Шелычковой и почетного консула России в Тривандруме Ратиши Наира. Встреча была посвящена новому проекту, который объединяет не только Индию и Россию, но и ряд других стран. Подробнее в следующем материале. Проект под названием «Вояж-555» запустил почетный консул России в Тривандруме, президент фонда имени Ломоносова в Индии Ратиш Наир. Событие приурочено к 555-летию прибытия Афанасия Никитина в Индию. Этот проект представит образ современной России жителям других стран и позволит установить связи между государственными отделениями деловых организаций Индии и торгово-промышленными палатами российских регионов. Я считаю, что если не сейчас, никогда заниматься этим делом, как человек, который представляет интересы России и Юга Индии, делать максимум, чтобы люди становились современной юридической страны на Россию. Поэтому я решил использовать этот шанс 555 лет путешествия Афанасия Никитина. Путешествие пройдет не только по России, но и по городам Азербайджана, Ирана, Амана и Индии. Ровно по маршруту тверского купца Афанасия Никитина. Везде планируются встречи с ректорами вузов, где особое внимание будет уделено расширению сотрудничества российских университетов с иностранными в области студенческих обменов и совместных программ подготовки. Фонд «Русский мир» оказывает финансовое содействие гуманитарной акции. И для меня Фонд «Русский мир» всегда помог организовать разные мероприятия, разные города на юге Индии. В этом году мы праздновали 225 лет на рождение Александра Сергеевича Пушкина, 135 лет на рождение Амана Амана Аматова. И это все при поддержке тоже Фонда «Русский мир». В планах организаторов проекта в ходе путешествия подготовить фильм для индийского телеканала, посвященный путешествию Афанасия Никитина. А также собрать материалы для книги, сборника, эссе о влиянии русской литературы на культуру других стран. Альбика Ильясова специально для программы «Время русского мира». В Москве завершил работу проектный акселератор для российских соотечественников за рубежом. В этом году участие в масштабном проекте приняли свыше 300 молодых людей, представляющих 63 команды из 12 стран мира. Среди них Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова и Таджикистан. В течение месяца в рамках онлайн-этапа ребята посещали мастер-классы по проектному управлению, выполняли домашние задания и прорабатывали концепции культурно-гуманитарных проектов для русскоязычной диаспоры. После чего финалистов ждал очный этап с деловыми играми и доработкой своих идей с экспертами проектного акселератора Московского Дома соотечественника. В этом году у нас очень насыщенная программа. Во-первых, хочется отметить, что команд почти в два раза больше, чем в прошлом. Мы видим развитие проектного акселератора. Мы видим повышающийся интерес молодых соотечественников к теме проектного управления, к теме координации, коммуникации молодых соотечественников в странах их проживания. А самое главное – интерес к русскому языку и к русской культуре, который является цементирующим ядром наших государств на постсоветском пространстве, обществоотечественников, проживающих за рубежом. В ходе очного этапа после доработки своих проектных инициатив команды представили итоговую презентацию членам жюри. Это мой второй год участия в проектном акселераторе. В этом году мы представляем космический интерактивный фестиваль «Поехали», который приурочен к первому прилету человека в космос Юрию Гагарину. Мы позволим каждому участнику нашего фестиваля почувствовать себя настоящим космонавтом. Все это будет возможно через VR и AR-технологии. В этом году проекты молодых соотечественников были связаны с русским православием, креативными индустриями и юбилейной датой – 80-летием победы в Великой Отечественной войне. В этом году нам удалось выйти в финал. со своим проектом «Интеллектуальный исторический фестиваль», посвященный 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, под названием «Сила Буха». И так как я являюсь координатором Международной команды волонтеров победы в Узбекистане, мы совместно с командой проводим различные массовые мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти на территорию Республики Узбекистана. Впервые в рамках проектного акселератора правительство Москвы организовало экскурсию в Тулу, где ребята не только ближе познакомились с историческим городом, но и посетили мастер-классы в творческом индустриальном кластере «Октава». После финальной защиты три команды получили организационную и финансовую поддержку для реализации своих мероприятий в следующем году. Евгения Факурдинова специально для программы «Время русского мира». В Бухаресте, столице Румынии, завершились культурно-просветительские мероприятия, посвященные реформатору балета, заслуженному артисту императорских театров Александру Горскому. В лекциях и мастер-классах приняли участие более 60 человек из Бельгии, Великобритании, Ирана, Франции и других стран. Дискуссии, танцевальные мастер-классы, а также показ фильма, балета «Дон Кихот» в хореографии Александра Горского смогли увидеть участники мероприятия. Финальный показ посетило свыше 300 человек. В числе приглашенных зрителей был чрезвычайный и полномоченный посол Российской Федерации в Румынии Владимир Липаев. Он отметил, что творческое наследие Александра Горского остается влияющим на развитие мировой культуры. Мероприятие в его честь стало ярким событием в культурной жизни Бухариста. Игры по-русски. В Тамбовской области прошел традиционный этнофестиваль «Отмановские кулачки», посвященный возрождению и поддержанию национальных русских традиций. Ядром праздника стали силовые виды игр, в том числе кулачные бои в нескольких дисциплинах. Мероприятие собрало более 12 тысяч человек из 30 регионов России и 8 стран. Спортсмены из Турции, Китая, Конго и Мали приняли участие в турнире по русской борьбе за вороток. Развитие национальных видов спорта и закрепление их роли на законодательном уровне входит в рабочую повестку Государственной Думы. На заседании профильной группы было заявлено о необходимости ввести понятие этноспорта и создать все условия для его поддержки. Символично, что совещание проводилось на выезде, как раз в рамках фестиваля «Отмановские кулачки». Деловая программа собрала методистов этноспорта из различных регионов страны, представив лучшие практики традиционных игр, развиваемых в России. В острове Кижусе, наверное, известный, находится в истории Карелии. Чудесным образом нам удалось выяснить, что там еще в XIX веке рыбаки играют в кину, споря за самые рыбные места во внешнем роде. Они таким достаточно связанным способом, с помощью спортивной игры, выясняют, кому же достанутся самые рыбные места. История кулачных боев в селе Отманов-Угол берет начало в 1648 году. В течение нескольких веков народный праздник был приурочен к успению Пресвятой Богородицы и собирал местных жителей всех возрастов. Современный фестиваль привлекает не только любителей боев, но и представителей различных ремесел. Зрители попробовали свои силы в ткачестве на доске, гончарном деле и приготовлении лепешек на костре. Также здесь можно было сыграть в городки, стрелять из лука и перетягивать подковы. Эльзарет Виктория Киновард. Специально для программы «Время русского мира». День государственного флага Российской Федерации отпраздновали на Кипре. Жители острова развернули и пронесли по улицам столицы 54-метровый российский флаг, который стал символом единства и гордости. Организатором акции выступило Международное движение русофилов отделения Кипра и Координационный совет российских соотечественников Кипра. Участие в праздновании приняли и водители. Они проехали по центральным улицам Никосии, украсив свои автомобили российскими флагами. В завершении комплекса мероприятий прозвучал Государственный гинг Российской Федерации. День государственного флага России объединил соотечественников по всему миру, в том числе и молодое поколение россиян-воспитанников Артека. Ребята сняли музыкальный клип, посвятив свое творчество одному из главных символов страны. Флаг поднимем в облаках, в сердцах огонь, в руке рука. Выше в небо посмотри, твой флаг внутри. Флаг поднимем в облаках, в сердцах огонь, в руке рука. Больше делом меньше слов. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Напоминаем, что мы открыты к сотрудничеству и будем рады вашим материалам. Если в вашей стране, городе, проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, присылайте их по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру Всего доброго и до свидания.